Всем привет! Сегодня несколько тем, упущенных в первом ролике. Первый вопрос. Какие продукты можно и нужно взять с собой хотя бы на первое время? Я брал сухари, взял мало всего один пакетик, но наверное можно и побольше. Они не портятся и так можно немного сэкономить первые дни. Наверное можно еще какие-то аналогичные продукты, которые не портятся. Постельное белье, средства гигиены, нижнее белье. В общем все, что бы ты взял теперь с собой в следующую поездку. Один комплект постельного белья, ну нижнее белье там тоже можно про запас несколько взять, кому как не знаю. Средства гигиены всякие, типа порошков, зубной пасты, мыла. По желанию, потому что в Корее все это дешево, дешевле чем у нас. Ну если вы собираетесь работать на каком-то заводе, да, наверное нужно взять какую-то старую одежду на заводе или там на выезде где-то, я не знаю, какими-то такими работами грязными. Конечно нужно взять такую одежду, по сезону естественно. Что еще? Ну я ездил летом, там буквально пара штанов, пара футболок и все, больше ничего не нужно. Связь, корейский телефон, интернет, обонплата, Wi-Fi. В Корее вам скажут сами корейцы, что якобы нужен айфон, ну или на крайняк самсунг, но все это неправда. Обычный китайский телефон тоже работает. В аэропорту не стоит, наверное, покупать интернет, если вы поедете в руфирма, которая занимается сим-картами, у них будет выгодней. Например, я покупал за 30 тысяч вон в месяц симку, там интернет безлимитный. И звонки, по-моему, тоже я не уверен, мало звонил. Но интернет точно безлимитный за 30 тысяч вон. Вроде дороговато звучит, но если в аэропорту брать, будет еще дороже. А Wi-Fi будет, скорее всего, там, где вы снимете жилье. Поэтому, как бы, наличие симки тоже, ну, она вам пригодится в дальнейшем, скорее всего, но тоже не очень-то она и нужна на самом деле. Нужное приложение. Единственное приложение, которым я пользовался, это Naver, карта. Google Maps не совсем корректно в Корее работает, поэтому нужен свой. Еще у них есть Kakao Map, но я ни разу им не воспользовался, прожил, так и нормально было. Так что, вот, мое приложение, это только Naver. Остальные, как бы, я не пользовался. Бесплатные туалеты. Туалеты бесплатные, да, есть в Корее. На каждой станции метро есть. Также в жилых комплексах, там, где вот высотки стоят. Обычно возле детских площадок. Но, если поехать в какой-нибудь маленький городок, иногда бывает, можно идти несколько километров и никакого туалета не встретить. Так что, они, есть их много, но не совсем везде. Хотя иногда где-нибудь на побережье моря можно ни с того ни с сего наткнуться на общественный туалет. Можно ли беспрепятственно вести съемку на работе и вне? На работе я не рисковал, чтоб меня не выгнали, вообще вопросов не было, так что не знаю. Но и другие как-то снимают. Что касается вообще общественных мест каких-то, ну, иногда бывает, просят не снимать. Как поведет? Общественный транспорт, метро из проезда. Общественный транспорт ходит хорошо, по расписанию, метро удобное, но не везде доезжает. Иногда приходится пользоваться автобусом. Если вы не читаете по-корейски, автобусом, может быть, пользоваться проблематично, потому что часто название остановок не пишут латиницей. А так, никаких проблем. Проездных там не было, но, насколько известно, с этого, 24-го года их ввели. 65 тысяч вон в месяц, довольно-таки дорого. Ну, хотя, если работать и вас не развозят, это будет выгодно все равно. Стоимость проезда минимальная, там оплачивается в зависимости от расстояния, минимальная это 1400 вон. То есть, в какой-то ближайший город, допустим, из Сеула съездить, ну, может до 2000 дойти в один конец, туда-сюда, до четырех. Велосипеды, самокаты и их воровство. Ну, наверное, воруют, я точно не знаю. Но часто можно увидеть, что они не прикованы. Хотя есть такие места, где их приковывают замками, цепями вот этими. Не знаю, от чего это зависит. Судя по району, иногда вроде район хороший, а там все на замке. А где-то может просто так и стоять велосипед, и как будто бы его даже никто и не берет. Но не знаю. Хотя сломанные замки я видел. Так что, наверное, воруют. Самокаты и также электровелосипеды там есть прокатные. Так же, как у нас в Казахстане, вот рядами стоят. Все покрашены в один цвет. Там такого тоже полно. Крысы, голуби, тараканы. Насчет крыс и голубей, как-то не припомню. Тараканы есть, самые обыкновенные. В Кашевоне, где я жил, они были. Но, правда, я всего их парочку встретил за 4 месяца. Какие авто преобладают? Стоимость, запчасть? Авто преобладают, конечно же, корейские. Также много американских и еще немецкие встречаются. Они довольно дешевые. Если по объявлениям посмотреть, там 5-6-7 лет бэушные. Ну, до 10. Там можно где-то даже в районе 2 миллионов вон купить. Если поехать в специальные места, типа рынки под открытым небом. Там огромное количество машин. Тоже до 10 лет где-то. Там можно и за полтора миллиона найти. Причем даже внедорожник какой-нибудь. Ну, естественно, корейский. Запчасти. Ну, на корейские машины есть, конечно. Они тоже дешевые. На сегодня все. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok